Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Ну, у нас и погодка, слушайте, а? Вчера где-то в обед передали у нас прогноз, что надвигается снежная буря, и вот часов в пять примерно так первые снежинки пошли, а сейчас я встал, всё в снегу, вышли на секундочку с собаками, и температура ноль, и весь этот снег коркой покрытый. Вот у нас сейчас работает машина, которая чистит дорогу, и она, ой, она с таким-то льдом пробивается, потому что всё обледенело. Вапче ужасно, вапче. Как в песне поётся? Кстати, куда-то наш Леон подевался. Леон! Давно не было вас. Даже дело не в песнях, ну, просто в комментариях нету. Отзовитесь, если у вас всё в порядке. А то сейчас времена такие. О! Какие времена! Епархиальный суд решил извергнуть из сана протодиакона Кураева. Извергнуть, извержение Кураева. А почему? Ну, хула на церковь. Ну, надо же! Хула! Хулитель церкви! А, вот он и сам. Андрей Кураев прокомментировал решение суда Московской городской епархии. Дьякон Кураев, т-т-т-т-т. Хочу выразить искреннюю благодарность патриарху Кириллу за то, что 8 лет он себя сдерживал, потому что наше публичное расхождение обнажились ещё весной 2012 года после выступления поусирают в храме Христа Спасителя. И я тогда неоднократно говорил, что это не случайность, это вопрос богословский, благословский, этический, может ли церковь от своего имени раздавать двушечки, надевать наручники на людей. Эти расхождения обозначились ещё тогда, и с каждым годом они нарастали. Вот так, ребята. Суд в Москве арестовал бывшего схиегумена Сергия на два месяца. Ну, тот самый, который монастырь с девочками захватил. Да, вон как. И тут дальше про него ещё. Скорая помощь увезла из суда пресс-секретаря бывшего монаха Сергия. Плохо стало. Плохо стало, да. Вот так вот. Ладно, смотрим дальше. Российский врач-иммунолог назвал способы подготовиться к вакцинации от коронавируса. А что ещё, готовиться надо? Мама родная. Ну, и какие способы? Да ну, к чёрту. Не надо готовиться, ребята. И вообще, прививаться? Ну, не знаю. Я не могу вот говорить за всех. Я не буду здесь прививаться, несмотря на то, что у нас, ну, хорошая вакцина. Ну, какая она хорошая? Мы тоже сделали в попыхах, ребята. Ну, чё говорить? Ладно, этот вопрос серьёзный. Так, москвичам старше 65 лет и студентам после прививки разблокируют соцкарты. Мне Зури уже сегодня прислал тоже с утра. Да, вот так. Добровольно-принудительно это называется. Вакцинировался, разблокировали социальные карты. А если нет, ну так и ходи. Это я так понимаю, что... Вообще-то я в них ничего не понимаю. Но социальные карты, да. У нас таких нет. Адвокат объяснил, откуда у Цуркан более 656 миллионов долларов. Заработала. Чё? Уроженка Молдавии Карина Цуркан заработала. Честным трудом. Честным. Будучи руководителем. Вообще, что-то много, да? Изъяли. СКР возбудил против Навального новое уголовное дело о мошенничестве. Ведомство полагает, что Навальный потратил на личные цели 356 миллионов рублей из собранных пожертвований в 588 миллионов рублей. Понятно, да? Смотрите, как его мажут просто, а? Грязью мажут. Я бы даже сказал, дерьмом его мажут, что вот вы ему даёте деньги, а он на личные цели тратит. Вот это да! Личное имущество, материальные ценности. Офигеть. Путин подписал закон о восстановлении вытрезвителей. Да, ребята, подписан закон. И опять будут вытрезвители. Избранный вице-президент США Камала Харрис в прямом эфире вакцинировался от коронавируса. Она даже под маской улыбается. Я видел вчера, включил телевизор, а её показывают, что вот она пришла, вот она ушла. И всё время смеётся. Такая вот она, смешливая какая-то. Опять смешливые попались. Трамп второй раз возглавил рейтинг восхищения среди мужчин США. Я не мужчина США. Я этого не представляю. Путин подписал закон об ограничении оборота затиси азота. О, президент лично занимается затисью азота. Ходит Вова через лес, выпускает H2S. Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Украины Тупицкого. Ну вот сейчас придут украинцы на канал. Половина будет за, половина будет против. Что самое интересное, все вместе знают точно, что нужно делать Зеленскому. Я вам говорю, да. Рогозин оценил успехи Маска в космосе. Ну и чё он? Выдающийся энтузиаст. Ах ты. Ладно, хорошо. Россия анонсировала испытания спутника 5 и вакцины AstraZeneca в трёх странах. Чё, вместе, что ли? Да, совместная вакцина какая-то. Совместная. Ладно. Тут у меня лента вообще турацкая какая-то. Ладно, лента будет потом. Денежные операции россиян попадут под контроль властей с Нового года. Нормалёк, а чё? Понятно всё, да? Угу. Назван самый дорогой футболист России, дорогой Леонид Ильич. Ну-ка кто? Полузащитник Монако. Александр Головин. Какой-то он странный, так на него посмотреть. В трусах бегает. Не в горошек, нет. Варламов назвал самый опасный город в России. Интересно, газета РУ уже цитирует Варламова. Составил список топ-10 самых опасных городов России. На 10-м месте Москва. Дальше на 9-м Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, шахты Ростовской области. Челябинск на 5-м, на 4-м Благовещенск, 3-е Улан-Удё. Так, 2000-та-та-та-та-та-та-та. Второй опасный Магадан. И первый опасный Кызыл, столица республики Тыва. На 100 человек в городе приходит, на 100 тысяч человек в городе происходит 35 убийств. Нифига себе цифры, да? Вы как там в ТВ вообще живёте? Упс. И газета, та же самая газета РУ. Преступность выросла в 50 регионах России. Наибольший прирост числа преступлений в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске. Так, меньше беззаконных действий стало в Воронеже, Северной Осетии и Тюменской области. Но Воронеж разбомбили давно. Там откуда? Там чё? Ой, тут ещё дальше. Такие гадости. Московским школьникам, а вот это радость, московским школьникам продлили зимние каникулы до 17 января. Могли бы дома и сразу двинуть. Какая там учёба. Летевший за границу на бизнес-джете российский министр восстановился в должности. А, летавший. А я думал, он прямо на бизнес-джете летит и восстанавливается. Не, он в Ниццу слетал отдохнуть. Его раз и это уволили. А он раз и восстановился в Ульяновской области. Да. Лишили должность с утратой доверия. Оказывается, он доверие не терял. И вот опять он всё. Сохранит свою должность. Один из уснувших у пациентки медиков рассказал, как получилось трогательное фото. Во время смены он и коллеги не спали, а на пол прилегли только отдохнуть. Ну, помните, фотографии там сейчас везде-везде. Там, значит, больной лежит на кровати. Там ИВЛ у него. Вообще он весь в трубочках. А внизу лежат, ну, в смысле, под ним там на полу лежат врачи. Ах, они умаялись. Ой, прям такой сладкий снимок. И тут даже, вы не поверите, сейчас вот у меня тут в телеграмме, Маргарита Симоньян выступила. Ах, какие врачи, какие молодцы. Ребят, да вы что, вы с ума сошлись, что ли, а? Ну, это постановка или что-то в этом роде. Или, ну, нельзя... Я сам врач, да? Чтобы уснуть в палате, даже если ты очень устал, ну, иди в ординаторскую, да и спи там. Это просто спонтан дело вот так. Вот и всё. Показать, ах, а как мы устали. Физически, морально. Мы прилегли на холодный пол, потные в этих костюмах, которые не дышат, чтобы как-то ощутить прохладу. Слушайте, бросьте вам. Всё, даже больше не хочу. Вот лучше рамбль в субботник. Чё нам? Чё нам? Вот, как не рассориться с родственниками в праздники? Ну, как не рассориться? Так. А, тут причины могут быть. Когда чрезмерно интересуются личной жизнью. Родственники часто пытаются выяснить, когда незамужняя девушка пойдёт под венец, а бездетная пара обзаведётся чадами. Эти вопросы часто раздражают, когда критикуют внешность и чё-то надел. И когда начинают рассказывать нелепые истории из нашего детства. Ну, это да, ребят. Это да. Это так. Но хуже всего начать говорить про политику. Это хуже всего. Это полетят тарелки сразу, самовары. Чем сейчас бьют? Самоварами, стульями. Понятно, да? Лучше не рискуйте. А вообще сидите дома, а? Так. Варламов. Все. Е. Многоточие. И в конце мягкий знак. Что он имеет в виду? Вы понимаете, что он имеет в виду. Он матершинник страшный. И рассказывает маленький-маленький коротенький случай, маленькую историю. Выношу из квартиры мусор. Выходит соседка. И спрашивает, что это я делаю? Мусор выношу. У меня собака нервничает, недовольна, бурчит соседка. А у нее между ног прыгает, захлебывая собственной слюной, какое-то злобное, обрезлое чудовище, размером с морскую свинку. Мне очень жаль, отвечаю я. А сам думаю, что с такой хозяйкой я бы и сам нервничал. Вы знаете, что это незаконно. Я сейчас полицию вызову. И тут я зачем-то сказал ей, вызывайте. Теперь сижу и думаю, а что, собственно, незаконно? Выносить мусор, быть таким милым и вежливым, как я. Надеюсь, она все же вызвала полицию. Ребята, все психуют. Вот, ну, да, он правильно написал. Все долбанулись. Вот так я переведу заголовок. Участница группы Пуси Равит Мария Алёхина пожаловалась на сорванную силовиками автограф-сессию. Я думал, маечку сорванную. Нет, автограф-сессия у нее была. В московском баре «Ровесник». Она подписывала экземпляры своей книги. Раут Дэйс. А сотрудники перегородили вход для посетителей, сказав, что проводят проверку. Да. И нет на них управы, комментарий. Да бросьте вы. Я не люблю эту Алёхину. Я видел ее фотографию. В таком неглиже. И сзади мужик пристроился. Венесуэла закупит 10 миллионов доз вакцины «Спутник-5». А что-то вон по регионам-то развозят по 5 штук всего, а 10 миллионов закупит Венесуэлла. Интересно. Диетолог рассказал, как избавиться от похмелья. Каждый божий день. Ну, вот этот вариант. Грибфрутовый сок. И дальше вот. Во время похмелья не следует употреблять аспирин. Объясняется это тем, что употребление спиртного снижает способность печени человека расщеплять парацетамол. Нельзя употреблять аспирин. Чушь какая-то, а. Все, закрываю. Я думаю, правда, что. Рядом со станцией МЦК, ботанический сад, обрушилась конструкция. В результате этого происшествия выход пришлось закрыть. Какая-то конструкция. Ну, рушится все, ребят. Ну, все старое, ржавое. Да. Сначала мокнет, потом чешется. Какие опасности подстерегают купальщиков. Федеральный центр госсанопитнадзора Минздрава провел совещание по проблемам эпиднадзора за паразитозами. И обнаружил в России чесотку водяную. Чесотка водяная. Т-т-т. Циркаревый дерматит. Далеко не все врачи знакомы с этим заболеванием, которое возникает при внедрении в кожу человека личинок гельминтов, водоплавающих птиц, уток, чайк, лебедей. Подцепить личинку можно как в пресной, так и в морской воде. По данным специалистов, число циркариев, некоторых водоемов нашей страны, вашей страны, столь велико, что в кожу купальщика порой внедряются сразу тысячи личинок. Потом сильный зуд, красные пятна. Ребята, купайтесь под душем. Все понятно. Так, житель Комсомольска-на-Амуре украл гараж и подарил его знакомой. Не знаю, как реагировать. Вот читаю. На Кубане из детсада уволили воспитательницу, которая сломала девости ключицу. И всего-то уволили. Странные какие-то воспитательницы. Москвичи увидят звездопад в новогодние праздники. Да, ребят, все будет падать. В звезды будут падать. Раскрыта главная ошибка. При варке пельменей. Пользователь китайской социальной сети Ветчат. Так, так, так. Варить замороженные пельмени нелегко. Ох, это так нелегко. Он заметил, что многие кидают продукт в кастрюлю с кипятком. Однако это неправильно. Из-за разницы температур они лопаются. Не знаю, у меня они лопаются. Кроме того, при высокой температуре происходит склеивание крахмала. А это придет к тому, что пельмени слипнутся. Слушайте, ну, к черту, а я столько раз варил пельмени, да? Кидаешь их в кипяток и понеслась. Россиян предупредили о риске попадания в дома пауков и клопов вместе с елками. Клопы – такая гадость. Не знаю, сейчас, наверное, нет уже клопов в России. У нас было, ну, это когда? Мне было лет пять, может, шесть. Потом не было. По заказу России, это уже твиттер. По заказу России в Казахстане производят спутник В. Но при этом сам Казахстан собирается прививать своих граждан вакцины от Pfizer. И уже заключил с американской стороной договор. Очень показательное решение, да. Профессор Преображенский. Палата представителей Конгресса США поддержала увеличение размера новых прямых выплат населению с 600 до 2000 долларов. В России отменяется мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неоплату. Там сложно, ребят. 600 уже утвердили. Но сейчас Трамп пробивает, что было 2000. И вот они спорят. Значит, эти 600 давать или сразу 2000. И, по-моему, они сошлись на том, что сначала дать 600, а потом 2000. Кажется так. Так, что у меня тут ещё? Суркан дали 15 лет за какую-то фигню. Передавала спецслужба Молдовы сведения о поставке электроэнергии в ЛНР и ДНР. Расчленителю Соколова за жестокое убийство девушки 12,5 лет. Полицейских по делу о групповом изнасиловании отпустили совсем. Да, так оно и есть. И последнее. Скорость вымирания России достигла рекорда за 14 лет. Страшный уволь населения, ребят. Вот такие дела. Ничего весёлого. Зато у нас снег пошёл. Всего хорошего. И до будущих приятных встреч. Пока. С вами доктор Влад.